Чёрная пятница именно так в Брюсселе характеризует то, что произошло в Великобритании. Руководители Евросоюза провели экстренную встречу. Принято решение, что все достигнутые ранее соглашения об особых условиях пребывания Британии в ЕС прекращают свои действия. Подробную ситуацию планируют обсудить в предстоящий вторник на саммите ЕС. Туда собрался и британский премьер Дэвид Кэмерон, чтобы рассказать о выборе народа. Однако уже известно, основные мероприятия форума пройдут без участия Лондона. Во всех комментариях, которые идут из Европы, сквозит растерянность такого исхода референдума, похоже, никто не ожидал. Не секрет, что мы желали другого исхода вчерашнего референдума. Я полностью осознаю, насколько политически важен и даже драматичен этот момент. Невозможно предсказать все политические последствия этого события, особенно для Великобритании. Но, безусловно, это не повод для истерик. Хочу всех заверить, что и к такому негативному сценарию мы были готовы. Как вы знаете, над Евросоюзом не всегда светит солнце. Последние несколько лет самые тяжелые в истории ЕС. Это правда. Но я всегда помню слова отца. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Последствия этого шага в ближайшие дни, недели, месяцы и годы будут зависеть от того, сумеем ли мы, 27 стран-членов Евросоюза, сделать быстрые и правильные выводы из нынешней ситуации. Иначе британский референдум лишь приведет к дальнейшему разделению Европы. Британцы проголосовали за выход из ЕС. Это болезненный выбор, и мне глубоко жаль и Великобританию, и Евросоюз. Но выбор сделан, и мы должны его уважать. Европа не будет прежней, и люди ждут, что мы подтвердим приверженность ее ценностям, свободе, толерантности, миру. В куларах Европарламент уже открыто говорит, примеры Туманного Альбиона могут последовать датчане, финны, голландцы, французы, чехи. Вспомнили и о проблеме Гибралтара. Жители этой заморской территории Англии по итогам голосования предпочли остаться в ЕС. Пользуясь этим, о возвращении крепости Испании заговорили в Мадриде. Лидер французского национального фронта Марин Лепен не просто одобрила решение британских избирателей, назвав его победой свободы, но и призвала провести такие же плебисциты во Франции и других странах ЕС. Для всех патриотов, для всех, кто любит свободу, это радостный день. Это не Европа умирает, это разваливается Евросоюз. Подобно референдуму о будущем Франции в ЕС, демократическая необходимость. Французы имеют право выбрать путь свободы, который вернет стране полный суверенитет. По ту сторону океана на комментарии пока скупы. В Белом доме лишь заявили, что результатами референдума разочарованы, отметили, Великобритания была сильнее, когда оставалась в ЕС. Совсем по-другому отреагировал кандидат в президенты Дональд Трамп. Он назвал решение британцев фантастическим. Они вернули себе контроль над страной, заявил политик.